Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас за тест новинок Фаберлик. Посмотрим, как работает нажиточка, посмотрим, как будем резать на доске, будет она у нас царапаться или нет. Еще покажу вам сковороду, что стало с ней через три недели. И будем делать макияж с красной подводкой для глаз. Я вчера ее уже попробовала, в диком восторге просто. Забыла вам еще в заказе сказать о том, что мист у меня на коже запах держался часа три. Я прям была удивлена. Но это если принюхиваться, так он не держится. Сейчас свое утро я начинаю с карбокситерапии. Умылась эмульсией Викенд. Классная штука. На утреннее умывание здорово. Сейчас буду наносить первый шаг. Для тех, кто не видел подробные видео, девчонки, я прикреплю в инфобоксе ссылочку на карбокситерапию. Это уже второй набор мой. Мне очень нравится, как она работает. Первый шаг у нас наносится минуты на две. И потом следом сразу второй. Для лета, для очищения, прям самое то. Я наношу на веки, потому что на веках тоже круто работает. Девчонки мне несколько отзывов писали о том, что избавляет даже карбокситерапия темных кругов под глазами. Теперь второй шаг. И сейчас все начнет пениться. Вот уже пена. Мне больше всего нравится третий шаг. У меня от второго легкое пощипывание, может быть, в Т-зоне. А от третьего отмазки прям сильные. Прям реально сильные. Но минутку или две надо перетерпеть. Странно, что отмазки именно так. Но действительно сильно прям щипет, жжет минутку и проходит. Вот, все пенится уже. И со вторым шагом мы уже будем ходить 10 минут, и потом я буду снимать его спонжем. Это самый удобный способ. В прошлом видео я снимала влажным полотенцем. Это тоже удобно, но получается, после каждой процедуры вы будете стирать его. Вот сейчас немножко в Т-зоне. Немножечко так прям вот жжет. И все. И прошло прям вот несколько секунд. А отмазки очень сильно. Ну все. В таком виде ходим 10 минут. И приду. Так, ну что, проверим ножиточку. Я взяла вот такой нож. Вот как он режет до. Как бы так неплохо, но с усилием. Так, сейчас поточим. Вот на столе она будет стоять хорошо, удобно, никуда не двигаться. Берем за ручку. По три раза проводим в каждом отсеке. Первый. Подготовка. Второй. Заточка. О, металл на кончике ножа. Вот он. И третий получается шлифовка. Сейчас попробуем. Ну как-то уже полегче. Сейчас помидор возьмем. Так. Ну вот. Совсем другое дело. Видите, да? Класс. Вот как и написано. Буквально по три раза, да, проводим. И все. Доска. Пока. А, нет. Вот есть полосочки, когда режешь. Да, они. Нет, не видно, слушайте. Сейчас мы помидор уберем. Вот. Хорошо так ее прорезала. Их практически не видно. Вот когда ее вытираешь. Совсем-совсем, если приглядываться, вот тут вот полоса. А так не видно. Это здорово, на самом деле. Потому что есть доски с такого пластика, которые вот один раз проведешь, уже видно. И они теряют товарный вид. Классно. Вот она даже на ощупь тут слегка чувствуется, эта полоса, но ее не видно. Поэтому отлично. Сейчас еще попробуем. Вот тут. Вот сейчас мы ее видим, да? Все. Интересно так. Причем на ощупь тоже я ее чувствую пальцем. А так не видно. Интересно. Здорово вообще. То есть товарный вид у доски будет сохраняться гораздо дольше. Вот как через три недели выглядит сковорода и крышка. С крышкой ничего не случилось абсолютно. Она выглядит замечательно. Все отлично. С силиконом все прекрасно. И в духовке можно применять эту крышку. Ничего с ней не будет. А вот сковорода. Она у меня здесь получается немножко поцарапалась, не поцарапалась. Ну да, поцарапалась. Но на ее свойства это пока никак не влияет, не отражается. Вот с другой стороны. Прошло три недели, да? Вот так она выглядит. Ну, это случается со всеми сковородками. Я сейчас хочу, знаете, что сделать? У меня есть вот это вот чудо-грас. Анти-жир. Девчонки, кто пробовала, его написали прям неблагодарственные отзывы. И мы сделаем вот так. Мне кажется, грас должен справиться. Прям вот так. Немножечко размажем по краям. Хорошо, что она, конечно, коричневая. И загрязнение вот здесь, вот на стенках боковых и наружных не видно. Но, тем не менее, они все равно есть. И что по сковороде еще хочу сказать. Она жарит гораздо быстрее, чем другие. Аналогичные сковороды. Ее вот нужно разогреть как следует. И все. И она прям готовится с молниеносной скоростью. Мне прям даже сначала было непривычно. И я иногда не успевала перевернуть там что-то или так далее. Она быстрее готовит, чем другие. Имейте это в виду. Так, ну все. Я вот так оставлю ее. Пока потом посмотрим. Ну все. Пришло время снимать первые, вторые шаги. Уже ничего не пенится. Реакция прошла. Я сейчас буду делать это вот таким вот спонжиком. Мочить его и снимать. И будем наносить с вами масочку. Теперь маска. Еще сегодня с вами будем тестировать био-углов жидкий патч и крем. Вот этот вот жемчужный. Я вам при естественном дневном освещении покажу. Тогда патчи я еще сама не пробовала. Мне интересно. Так что после масочки у нас будет новый уход. Ой, вот она начинает драть маска сейчас. И просто нещадно вот тут вот в этой зоне. Ой-ой-ой. Но надо только одну минуточку перетерпеть. И эффект того стоит. Потом маска практически впитывается. Но я все равно ее смываю. Навеки тоже наношу. Пусть работает. Все. Сейчас пойдем доочищать сковороду. Посмотрим, что с ней там стало. Грасс вообще это сила. Я думаю, что он должен справиться. Вот прошло минут 10. Что у нас тут со сковородой? Видите, да? Это грасс. Оп. Оп. Ой, сковорода ползет. Смотрите, осталось только вот самое такое. Сейчас я попробую потереть и покажу вам. Ну, не терла даже. Что хочу сказать. Вот тут вот все. Отошло. Осталось вот это вот место. Я сейчас еще раз на 10 минут покрою здесь. И пусть еще постоит. Вот так. Вот. И посмотрим, отойдет или нет. Но тем временем пора смывать масочку. Она практически вся впиталась, оставив такой вот липкий слой. Сейчас буду тоже спонжиком ее удалять. И будем с вами новые продукты наносить в BioGlow. Начнем, пожалуй, с жидких патчей. Они у нас должны сами впитаться. Сейчас посмотрим заодно. На верхние, на нижние века нанесу. Можно также и на другие морщинки. На носогубные, на лобную. Это такой прозрачный гель с перламутром. Таким вот средненьким слоем наношу. На области мимических морщин написано. Так. Вот второй глазик. Вот он. Прозрачный гель. С перламутровым таким вкраплением. И очень много этого перламутра. Я вам в обзоре показывала. В обзоре заказа. Так. Я хочу нанести еще. Вот на лобную. И на носогубки. Сейчас как произойдет чудо. Все разгладится. Еще на лоб побольше. Она у меня тут такая самая выраженная. Ну вот. Сейчас они впитаются. И будем наносить крем с жемчужным эффектом. Пока покажу вам при естественном освещении. Ну вот при естественном освещении. Если вы видите. Только нанесла еще. Не впитался вот этот вот перламутр. Вот этот вот гель. Сейчас посмотрим. Как быстро впитается. И как будет работать. Прошло наверное минутки 4. И уже все впиталось. Еще легкая липкость такая осталась. Слегка. Вот тут на лбу гель. Ну я не знаю. Девчонки конечно сказать. Так что прям сразу все разгладилось. Нет. Но это средство по крайней мере комфортное. Оно действительно дарит сияние. И возможно у него есть какой-то накопительный эффект. Посмотрим. Так дальше у нас крем с жемчужным эффектом. Я уже в обзоре заказа его наносила. И показывала вам его подробно. Он так вот белый вроде. А когда разносишь его по коже. Действительно жемчужный эффект. Именно жемчужный. И буквально через несколько секунд уже впитывается. И все. И вы не чувствуете на лице никакой крема абсолютно. Так что это средство будет комфортным для лета. Я думала что если он с эффектом сияние. Значит будет некомфортно. Я его не хотела брать. Но он действительно комфортный. Вот пальцы все прям блестят. Жемчужный перламутр. То есть здесь такие розово-золотистые. Не блестки. А вот вообще розово-золотистые. Я не знаю как это называется девчонки. Но в общем оно здесь в составе есть. Потому что блестками не назовешь. Шимером не назовешь. Потому что равномерно все блестит. Вот. И на лоб нанесем тоже. Очень быстро впитывается. Очень комфортно на лице. Не утяжеляет жирную кожу. Комбинированную и так далее. Даже я вот так говорила во взоре заказа. Мне кажется что слегка даже матирует. С учетом того что вы трогаете. Оно вроде матирует. Но оно у вас сияет изнутри. Это на самом деле круто. Эффект очень интересный. Потому что обычно такие средства. Они либо жирные. Либо плотные у них какие-то текстуры. Либо еще что-то. А тут вот. Вот так. Сейчас я вам покажу при дневном свете. Ну вот при дневном свете. Уже впитался. Минутка прошла. И вот как выглядит кожа. Видите да? Это сияние. И он комфортный. То есть с ним вот даже в жару. Будет нормально. Вот прошло еще минут 7. Смотрите. Еще сошло. Вот потихоньку в принципе все сходит. Я не люблю жутко чистить сковородки. Поэтому такие средства это просто круть. Сейчас помою и покажу конечный результат. Не буду чистить. Вообще не буду. Потом еще раз лучше нанесу. Уже будет идеальный результат. Ну вот. Как бы было стало. С учетом того что я не чистила. Просто нанесла и смыла. Еще раз обработать. В общем делать это регулярно. Чтобы не запускать. И вообще огонь будет. Я про нее забыла. Три недели вообще ее не трогала. Ничем не чистила. Вот с этой стороны. Вот девчонки. Это великолепное средство. Магнит косметик продается. Очень рекомендую. Кто не пробовал. Попробуйте. Осталось в принципе совсем немного. Ну что девчонки. Я сделала макияж. Сейчас мы будем с вами тестить вот эту красную подводочку. Я вчера знаете как делала. Нанесла сначала коричневую подводку по контуру ресничному. Прямо. А потом еще поверх нее рядышком. Прямо вот эту красную. Так смотрится вообще обалденно. Сейчас попробуем чисто красную. Мне само интересно как она одна будет смотреться. Но вообще мне понравилась. Она такая не прям алая красная. А такой не знаю светло-ягодный. Такой клубничный цвет. Круто смотрится вообще. Вам надеюсь хорошо видно. Снимаю при естественном освещении. У меня тут еще солнце светит прямо в глаз. Я ее вчера с руки не могла ничем смыть. Когда вам обзор заказа снимала. Вот просто ничем. Ну все. Вот один глазик готов. Так сейчас второй. Красивый цвет. Под красную помаду вообще шикарно смотрится. Сейчас хочу с обычной помадой с какой-нибудь нюдовой попробовать. Думаю тоже будет неплохо. Такой не сильно броский оттеночек. Ну вот вроде все. Между ресничками все как следует промазываем. Ну все девчонки. Вот смотрите результат. Как смотрится. Надеюсь вам хорошо видно. Солнышко не мешает. Мне очень нравится. Вообще по летнему так здорово освежает. Я сейчас еще в тенечек отойду. Покажу вам как там смотрится. Ну вот девчонки. Мне нравится. Мне кажется под любой цвет глаз в принципе подойдет. Вообще под зеленый будет огонь. Ну вот и все мои хорошие. На этой ноте буду заканчивать наш наше видео тест обзор. Надеюсь что оно вам понравилось и было полезным. Если это так обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Ссылочка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока-пока.